Глава третья. Бытие для себя одно многое. Данная глава может показаться немного сложной. Это только из-за философского багажа, тянущегося от предшественников. Если бы не правило Ютуба, сейчас должна была прозвучать песня группировки Ленинграда «Философия Канта». Бытие для одного. Полученное нами на личное бытие со всеми его признаками, такими как качество, характер, граница. Оно становится уже не просто наличным бытием, а бытием для себя. Для себя бытием. То есть таким бытием, которое отделилось от всего внешнего и осознало себя в качестве бытия. На примере яблока трудно проиллюстрировать категорию бытия для себя, но я попытаюсь. Представьте, что наше яблоко существует для себя, как для фрукта. Не для того, чтобы его съели или посадили, а именно для самого себя, как плода яблони. Пусть наше красное яблоко будет эталоном всех остальных яблок. Такое бытие для себя находится в покое и, соответственно, выступает как одно. То есть бытие для одного. Наше яблоко, оно одно. Это бытие для себя, бытие для одного. То есть у нас всего одно яблоко, оно существует для одной цели. Бытие для иного. Мы помним, что у нас в прошлой главе есть еще категория другое или иное. Так наше бытие может стать бытием для иного. Категория бытие для одного и бытие для другого может быть использована для описания предмета через окружающие их другие предметы. Есть одни красные яблоки, есть другие яблоки других цветов. Есть одни зеленые яблоки, есть яблоки других цветов. С одной стороны, красное яблоко иное, чем зеленое яблоко. Есть сорта яблок зеленого, красного и даже желтого цвета. С другой стороны, это может быть один и тот же сорт яблок, просто в разные моменты своего существования, своего бытия. Одни яблоки еще совсем незрелые и соответственно зеленые, другие яблоки уже налились и начали поспевать, стали немножко желтенькими. И совсем иное дело, когда яблоки полностью созрели и стали красными. Если взять одно как отрицание, мы получим пустоту. Эта пустота является границей между одним и другим одним. Или инобытием, еще иногда это называют. Так мы пришли к мысли о том, что множество одних бывает. Или просто множество. Множество – многие. В следующей главе рассмотрим категорию «количество». Это величина множества одних. А там и до первого закона диалектики перехода количественных изменений в качественные будет совсем недалеко. А пока остановимся на яблоке, за границами которого находится пустота или иное бытие. Притяжение и отталкивание. Упоминав одно бытие и другое бытие, стоит обратить внимание на то, что они могут притягиваться и отталкиваться друг относительно друга. Вспоминая школьный курс физики, применим его к двум яблокам, которые висят на ветке дерева. С полной уверенностью мы можем сказать, что на фрукты действует сразу несколько сил. Часть этих сил притягивает друг к дружке плоды, а часть отталкивает. Сложив все вектора, мы легко найдем результат противоречивой ситуации, когда одновременно плоды и притягиваются и отталкиваются друг от друга. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok